Далее говорим о Каховской ГЭС. Российские войска продолжают там проводить манипуляции с водой, которую пытаются спускать из резервуаров. 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России заминировала дамбу и аппараты Каховской ГЭС и готовится ее взорвать. Зеленский призвал направить на ГЭС международную наблюдательную миссию, дабы предотвратить, по словам президента Украины, историческую катастрофу, потому что ее экологические, гуманитарные, техногенные последствия могут выйти далеко за пределы Украины. Чем грозит подрыв Каховской ГЭС о сценариях развития событий? Говорим далее. Михаил Ятюк, директор Института водных проблем и мелиорации на Украине с нами на связи. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, подрыв Каховской ГЭС, дамбы Каховской ГЭС. Предположим, Россия пошла на этот шаг, это случилось. Что дальше произойдет? Какие последствия? Как это все будет развиваться? Как события будут развиваться? Какой будет волна? Насколько масштабный будет и сильный поток воды? Какие берега пострадают больше всего? Ну, последствия в любом случае будут катастрофические. Они будут катастрофические для отраслей экономики, для экологии. И что самое плохое, это будет для населения, которые живут ниже по течению дамбы Каховской ГЭС. Потому что какой будет волна? Очень тяжело спрогнозировать. Это надо сделать гидродинамическое моделирование. Однозначно можно утверждать, что это будет неконтролированный процесс, если это произойдет. И в любом случае это будут неконтролируемые последствия, в том числе, которые могут сопровождаться рисками для жизни людей, которые даже и не подозревают о том, что поток воды может создавать риски для их жизни. Потому что это может довольно быстро произойти, в зависимости от того, какой будет прорамб, какой размер будет этих возможных, скажем, прорывов в дамбе. И только эти характеристики могут дать нам информацию, какой объем воды будет вытекать, какая будет скорость, какие будут уровни и насколько быстро это будет распространяться по территории. Потому что гидродинамические аварии, а мы в данном случае должны говорить именно об этих видах аварий, это аварии, которые очень быстро распространяются, очень быстро имеют такое распространение по площади и по высоте потока. И энергия этого потока будет неконтролирована, поскольку это будет не просто вода, это будет вода, которая будет иметь какие-то донные отложения, какие-то растительные, все, что будет смываться по дороге, это будет неконтролируемая энергия потока, которая будет иметь очень большие негативные последствия. В целом и для левого берега, так и для правого берега Днепра. Михаил, скажите, а мы можем теоретически говорить о населенных пунктах, которые могут пострадать, или, например, о количестве людей, которые могут пострадать? Ну мы можем точно сказать, что ниже около 80 населенных пунктов расположены. И все эти населенные пункты, они имеют риски негативного воздействия гидродинамической аварии. Все население этих населенных пунктов, они имеют угрозы, потому что сказать, что какая-то часть будет, или большая, небольшая, все население, мы должны говорить, что все население имеет риски для жизни этих людей, которые там проживают. Потому что, еще раз повторюсь, без моделирования очень тяжело сказать, какие будут зоны распространения. Но в любом случае могут пострадать все население. Читали экспертов, многие считают, что подорвать дамбу не так-то просто. И, ну, как бы, там нужно это все очень сильно подготовиться и заложить куда-то там особенную эту взрывчатку, и большое ее количество, и у оккупационных сил, у оккупационной армии, скорее всего, это и не получится. Ну, я совершенно согласен. Смотрите, здесь же не надо подрывать всю дамбу. Здесь достаточно подорвать просто затвор аварийный, через который вытекает вода в случае аварийных ситуаций, или просто подорвать гидроэнергетический агрегат, чтобы вода начала вытекать. А дальше уже вода будет работать в качестве того, что она будет формировать прорану, она будет вытекать под давлением, потому что водохранилище находится в 18 кубок километрах воды. Возможно, на данный момент немножко меньше, но все равно под гидродинамическим давлением она будет вытекать. И это будет неконтролируемый сброс, который будет несколько тысяч метров кубических в секунду. Таких расходов в последние десятилетия не было ниже по течению, поэтому там сформировалась уже и флора, и фауна, и хозяйственные какие-то постройки, и инженерные постройки населенных пунктов, которые будут подвержены вот этому вредному воздействию. Поэтому здесь не надо всю дамбу взорвать. Здесь достаточно небольшого прорана, чтобы мы говорили уже о катастрофических последствиях. В одном из интервью вы, говоря о возможных последствиях возможного подрыва Каховской ГЭС, разделяете их на три аспекта — военные, экономические и экологические. Если можно, давайте их обсудим. Начнем с военного. Какие цели в этом возможном подрыве преследуют российские оккупационные войска? Ну, если говорить о бородации, которую, действительно, я уже упоминал, военные, военные — это мы понимаем, что Россия отступает, отступает эта оборонительная операция для того, чтобы не было преследования украинскими войсками и на Левобережье Днепра. Это будет, вот эта волна, она не даст возможности сделать быструю переброску войск и не даст возможности наладить логистики. Поэтому в этом плане это будет способствовать отступлению российской армии. Ну, плюс они должны понимать, что риск также для них есть, потому что Левобережье постраждает наиболее... Больше там будут последствия негативные, чем правообережье, правый берег по морфологии он немного выше, и риска там будет, возможно, меньше. Экономически. Экономически это очень и существенные будут последствия, потому что даже по сценарию, если Коковский ГЭС не будет взорван, а будет взорван только, например, агрегат какой-то один, там и так не все агрегаты работают, это будут уже большие экономические последствия. Плюс сейчас сброс воды, кто происходит, вот мы можем допустить сценарий, что сброшена вода, что гидроэнергетические агрегаты повреждены, и это будут большие экономические последствия. Последствия для энергетики, когда Коковский ГЭС не будет работать, она выпадет из энергосистемы. Мы знаем преимущества гидроэнергетики, это покрыв нагрузки утром и вечером, когда идет пиковая постная электроэнергию, и это не будет работать, это будет нагрузка на энергосистему, и будут дополнительные риски, которые потребуют отключения или каких-то дополнительных перерегулирований. То есть первые экономические риски – это для энергосистемы. Вторые экономические риски – это когда у воды не будет водохранилищ, и весь юг Украины, юг, повторюсь, это несколько областей, это несколько миллионов людей, они будут иметь проблемы с питьевым водоснабжением, потому что очень много населенных пунктов, которые не только вблизи водохранилища, но на определенном расстоянии, они через систему водоподачи водоводов, они подключены к этому водохранилищу. Это главный источник питьевого водоснабжения для этих регионов. Второй риск – это для сельского хозяйства, если не будут воды, все милиаративные системы, а на юге Украины как раз это основные милиаративные системы, которые имеют большое значение для продовольственной безопасности не только Украины, но и мира. Они не будут работать, мы не сможем получить урожай, мы не сможем получить налоги, мы не сможем кормить людей, которые там проживают. Это целый комплекс социальных вопросов и гуманитарных вопросов. И отдельная еще тема, когда Запорожская атомная станция, которая на берегу этого водохранилища, у нее может не быть ресурсов для снабжения, там будут дополнительные риски для возникновения отдельных техногенной катастроф, которая связана с ядерными угрозами и функционированием этого объекта. То есть это большой комплекс экономический всего юга и не только юга, потому что еще много отраслей связано. С этим они будут иметь негативные последствия. Ну и экологические последствия действительно. И ниже гребли ГЭС и дамбы ГЭС, и в том водохранилище, мы будем иметь колоссальные экологические проблемы, которые будут не только регионального масштаба. Но можно порогнозировать, что это будет экологическая проблема для всего Черноморского бассейна. Михаил, а вот, кстати, о Черноморском бассейне. Как на водный баланс Черного моря может повлиять теоретический подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС? И, возможно, как это может сказаться на Крымском полуострове? Ну, на водный баланс Черного моря это никак в целом не будет влиять, потому что все-таки несоизмерные объемы. Но влияние на флору и фауну это будет очень большое. И поценить это даже тяжело сейчас. Без соответствующего прогнозирования на влияние будет однозначно на флору и фауну. И в целом, повторюсь, все страны Черноморского бассейна это прочувствуют, потому что это будет удар по аквакультуре, по рыбным запасам, по ситуации экологической моря, когда могут эти загрязненные воды, они туда поступят, и это будет большая экологическая проблема. Что касается Крыма, на мой взгляд, Крым считает, что сейчас они ладой обеспечены, потому что автономная республика Крым в этом году в связи с военной агрессией. Кстати, еще один военный, я забыл сказать, мотив это то, что война-то идет за воду, в том числе, мы понимаем, потому что российская армия в первую очередь захватила это главное сражение Северо-Крымского канала в первые дни и сразу начала воду поставить. Поэтому сегодня они своими действиями полуостров обеспечены и наполнены водохранилища и в самом канале, который является определенным аккумулятором водных ресурсов. Сегодня он заполнен, вода там есть, и на определенное время, это год, даже больше года, там, экономная республика Крым этой водой будет обеспечена. Если взорвут, например, не дай Боже, Каховскую ГЭС, то получается и воду в Крым уже не сможет Россия, как вот эти все восемь месяцев поставлять. Главное сооружение, как раз, оно связано напрямую с уровнем воды в Каховском водохранилище. Если там уровень понизится, то работать сооружение не будет. Спасибо вам. В Крым не будет. Услышали вас. Спасибо вам большое. Михаил Ятюк, директор Института водных проблем и милиарации нано-Украины, говорили о теоретическом подрыве российскими оккупантами Каховской ГЭС и какие последствия это повлечет за собой. Спасибо.